Неплохо было бы, чтобы мы все учились видеть, чем мы руководствуемся, а для этого мы должны быть очень правдивыми по отношению, по крайней мере, к самому себе. Но тогда теряется, что я говорю, энтузиазм. Поэтому они обвиняют, вашу лекцию наслушались, вообще энтузиазм пропал. А вот слушали этого, ой, какой классный проповедник, все сломочи сразу вдохновились. Да, несомненно. Потому что в свете его проповеди все эти недостатки также стерлись, скрылись и появился энтузиазм. Но с таким энтузиазмом люди совершат эту деятельность и не получат результатов. Поэтому Прупада говорил, нужно очень хорошо понимать, в какой ситуации это говорить, в какой это. То есть, какова цель, но лучше всегда остается, это говорить в соответствии с тем, что говорил Прупада. В соответствии с его настроением, в соответствии с его представлением. Когда человек не наделен каким-то определенным видом ответственности, тогда, ну что, ездит везде, проповедует, везде всем друг, везде всем брат, все те восторги. Но так не бывает. Попробуйте только погрузиться в этот восторг, и как появятся, и вами недовольные. Все очень просто. Как дети, они всегда довольны чужими родителями. Понимаете, да? Почему? Потому что чужой человек никогда им ничего не запрещает, не наказывает. А более того, даже все время конфетку дает. Что там, редкий случай с ним во дворе встретиться. Ой, какие щечки на конфетку. Ну, тогда возьмите и попку, потому что от этих щечек попка потом появляется. Из попки растут вонючие ноги. Пузо там между попкой и этими щечками. Пузо, которое фиг накормишь и оденешь. Вы понимаете, да? Другие обязанности. А быть хорошим для детей очень легко. Для теток так вообще. Говори им комплименты, уступаем место, говори, что женщины самые умные. И все. А поскольку теток больше, и они влияют на дяденек, то можно так завоевать политический приоритет. Что угодно. Тот, кто понял эти механизмы, так легко все делать. Потому что никак, а вот так только все устроено в материальном мире. Так все просто. Поэтому пропадок говорит, в материальном мире полюби собаку, и уже там хозяин тобой доволен. Все, все техника росла, разложена. Он говорит, но в духовной жизни по-другому все. Так все примитивно. Я не знаю, как там люди, голова пухнет за ним, приходят с такими вопросами. Мама, меня ругать. Ты сколько годиков? Двадцать пять, я замужем. А чего ж ты такая маленькая? Я вами не удовлетворена. Чего плачешь? Не знаю. Не знаю. Я говорю, яд выходит. Сам дурак. Ну что такое? Такие люди не удовлетворены так все. Ну что? Все так просто. Будьте правдивы просто. Увидьте это глазами чего-то более чистого, совершенного. Вы увидите эти свои собственные несовершенства, свои чувства гнилые. Ой, я люблю своего ребенка. И там что-то. Увидите всю эту бессмысленность. Но признаться в этом. А-а-а! Ну как люди там. Он замахнулся на Шуберта. А-а-а! Он замахнулся на Чайковского. На Сметану, на Мусоргского. А-а-а! На Шекспира! А-а-а! Крешно льет! Твою мать! Такой чушь лепит. Если бы вы слышали себя, если бы вы проревизионировали свой собственный ум просто в виде, как он привязан к какой-то гадости, потому что он с детства воспитывался в этой среде тупости. И вы теперь отождествляете и думаете, что играть на скрипке это быть интеллигентным человеком. Или что вы ходите в оперный театр, вы значит интеллигентный человек. Или что вы родились в семье балерины, значит вы аристократ. Вы просто идиот. Самый натуральный. Не более того. Просто невежда. Вы даже не знаете, что такое аристократическое рождение. Не знаете, к какой категории относится труд балерины, художника, врача и так далее. Не знаете просто. Или то, что наличие диплома еще не говорит о том, что вы интеллигенция. Вы просто дурак с дипломом теперь и не больше. А интеллигентный человек может не закончить ни одного вуза и быть аристократическим. Аристократом. Мы можем видеть деревенских аристократов. Аристократические семьи, которые были 200-300 лет назад сосланы. И они в деревнях осели. Воспитание дали традиционное и так далее. И люди, коров пасут, но аристократы. И боялись свой аристократизм этот проявлять. Потому что сразу к ногтю. Не такой, как другие. Вшивая интеллигенция. Простой человек должен быть. Поэтому всегда в народе говорили. Есть свои Вавиловы и есть свои Лысенко. Оба академики. Но один быдло, а другой интеллигент. Поэтому звание, ордена или что-то еще ни о чем не говорят. Дипломы, какие-то там кандидат в человек наук или там доктор. Еще ни о чем. Поэтому эти качества интеллигентного человека. Это очень серьезный вид знания. Который никаким образом не связан с дипломами, с университетами и так далее. Поэтому люди всегда путают способности с качествами. Если вы способны, имеете способности Брамана. Но качество Шудры, кто вы? Видите, как все просто. А если вы имеете способности Шудры, но качество Брамана, вы кто? Брамана. По качествам распределяется человек. Называется гуна. И в соответствии с гунами материальной природы люди занимают положение Браманов, Кшатриев, Вайш и Шудр. А не в соответствии с их способностью. Я вот экономист, меня займите. Чего я буду туалеты мыть? Я институт закончил. Придет на туалеты, свинье. Потому что человек качество должен свои проявлять, а не способности. И все тут со своими способностями. Я петь могу. Ой, мы там в Красноярске. Чувствуете, какой у меня год? Чувствуете, какой у меня год? Ни книги не распространяются. Ничего, ничего. Вообще качество. Но зато они поют. У них такая обалденная, откатная музыкальная программа. А тут такой откатный спектакль они готовят. Ой, елкин дрын. А там у них столько студентов, которые ничего не соображают. И уже беременны слегка. От доктора. Да, елкин все это, знаете. Обманывать себя очень-очень сложно. Тут на самом деле нет. Я бы себя обмалывал, что ли? Мы даже иногда возмущены. Что бы я здесь делал, если бы не хотел Кришну? Ну, что-то другое. Мы просто себе не признаемся. Иногда просто нет в нас той чистоты, чтобы это увидеть. Свои мотивации. И поэтому говорится, что человек по мере очищения видит, что он бесполезен. Поэтому преданные немножко смиренные становятся смущенные со временем. Или они говорят эту знаменитую фразу. Что-то я здесь стал хуже. Да нет, ты просто очистился здесь. И увидел, что ты был на самом деле, кто ты есть. Вот что происходит. А они-то не понимают. Они думают, ничего себе. Когда пришел, был смиренный, скромный, честный, чистый, преданный. А вот 10 лет прослужил, думаю, свинья свиньей. Завистливый, наглый. Видимо, процесс так на меня дурно влияет. Нет, процесс открыл вам глаза на себя в первую очередь. То ли дело было в другой религии. Ни шиша не видел. Был такой классный, а здесь стал таким не классным. Нет. Просто такой мощный процесс, что человек начал себя видеть. Кто он на самом деле. И он в ужасе. Он не хочет это видеть. И поэтому такой вид проповеди ему не подходит. Нельзя ли как-то мягче, как-то кругло? Вот что они начинают говорить. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok